Смотрите, как круто! Мама, смотри, я в масса! Офигеть! Я вас приветствую на канале Степан Холера. Мы продолжаем играть Giant Massions 2017. И находимся мы в Канаде. Это провинция Соскочеван. И здесь мы с вами будем работать на урановых рудниках. Вот никогда бы не подумал, что придется работать на урановых рудниках. Вот, нам нужно сейчас вот этот вот автомобиль запустить в действие. Нам нужно поставить батарею и также, по-моему, там нужно будет с предохранителями что-то сделать. То ли их поменять, то ли их установить. В общем, давайте посмотрим. Давайте посмотрим поближе. Так, это включить-выключить, да? А здесь у нас что? Открыть. Сюда нужно поставить аккумулятор. Окей. Прыгай, прыгай, прыгай. Не охота ему работать, естественно. На урановых-то рудниках. Кому охота? Это прям звучит, как, знаете, как наказание какое-то, а не работа. Так, поставили. Хорошо. Закрываем. Дальше нам нужно поменять предохранители, да? То ли поменять, то ли что-то с ними делать, то ли включить. Давайте посмотрим, что бы могло это значить. 49, 62. Так, а здесь? Вольтаж-то 12 вольт нам нужно поставить. Вот, ну, походу, походу 12 вольт, да? Это много. 11. Ага, вот. Вот так вот лучше. Точно 12 нужно. Не 12,1, не 12,2. А вот что с этими делать, не совсем понятно. Что-то, что-то нужно сделать. Так, хорошо, получилось у меня. Даже недолго пришлось тут возиться, чтобы все включились. Определенная последовательность нужна для того, чтобы все включились. И теперь нам нужно заходить и работать. Так, 500 метров проехать. Да, и давайте все-таки, давайте все-таки мы с вами сделаем радио, да? Вот, пускай не очень громко, как... Вот так вот как-то. Музыка. 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 Музыка такая заводная, буквально. Прям под такую музыку, по-моему, кирку в руки или лопату, да? И машешь, и машешь, пока музыка эта играет. Смотрите, как эти, растут буквально на глазах сосны. Там вдали, видели, да, как они восстанавливаются? Занятно так сделано. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте перемещаемся внутрь. Так, паркуемся, подъезжаем и... Я уверен, что ты не забыл, как работать на гидравлическом этом экскаваторе. Так, батарейка уже вставлена, поэтому давай, дерзай. Кстати, смотрите, да? Примерно одинакового, а не одинаковой высоты. Хотел сказать роста. Нет. Одинаковой высоты. Два красавца. Так, ну погнали. Погнали, поработаем на экскаваторе. Так, нам нужно с вами сейчас... 12 вольт уже есть, да? Значит, нужно поднять лестницу. Ну и запустить экскаватор. Включаем электрику, включаем гидравлику и погнали. Вот, хотя отсюда выше. Кабина выше, чем самосвал. Так, ну хорошо. Вот он. Вот он, этот уран. Смотрите, то мы находили с вами там такие небольшие кучки, а теперь действительно очень много его, этого самого урана. Подъезжаем поближе. Так. Самое главное, не сломать. И нагребаем. Пытаемся, вернее, нагрести. Штука такая, конечно же, тяжеленная. Я представляю себе, насколько она тяжелая, вот эта ковш этот. Насколько он должен быть защищенный, этот экскаватор, от воздействия. Того же самого урана, да? Согласитесь. Да нет, я хотел вот это вот сделать. Так, хорошо. Работа не быстрая, снова-таки. Но зато интересная, просто дико. Давайте изнутри так же посмотрим. Ну, вы видите, да? За один раз примерно 50 тонн получается. Некислый такой вот этот ковшик на 50 тонн. И здесь у нас даже камера, смотрите, да? Чтобы видеть, что здесь творится. Так. Я хотел немножко еще подъехать поближе. Так. Так, поехали. Скорость передвижения у экскаватора просто потрясающая. Два километра. Но даже эти два километра 50 тонн только в самом ковше, а сколько сам экскаватор. Для тех, кто любит что-то новенькое искать, вот как раз есть возможность поискать и посмотреть. Трекс. Да, такой вот экскаватор. Узнать, сколько же он весит тонн. Так. 152 из 250. Ну, в общем-то, здесь довольно-таки быстро. Я думаю, что мы с вами справимся. И буквально каких-то 20 тонн остается. Как бы лишнего... Наверное, лишнее тоже не стоит забрасывать, иначе не поедет. Перегруз будет какой-нибудь. Ну-ка. Все. Так, ну, нам говорят, что прекрасно загружен, и нам нужно сейчас будет возвращаться на базу. Ну, поехали. Так. Надеюсь, я так могу оставлять, да? Не нужно опускать. Ковш. Так. Вот единственное, что вот это вот нужно опустить. И выключить гидравлику, выключить электрическую сеть, иначе разрядится аккумулятор, а мы с вами знаем, как быстро они здесь разряжаются. Да, все остальное, по идее, не нужно выключать. Так, погнали. Не, ну, тут такие виды просто какие-то невозможные. Смотрите, да? Круто. Не, ну, реально круто. Погнали. Два монстра, два динозавра каких-то стоят. Вот, ну, мы с вами уже знаем, что этот самосвал справляется с 250 тоннами легко и просто. Даже был у нас перегруз в самом начале, если вы помните, был перегруз там что-то около 20 или 30 тонн и нормально справился, повез. Даже довольно-таки быстро едет, 50 километров. Для такого монстра удивительно. Так, ну, так как зеркал нет, то поэтому приходится вот таким образом. Пойдем, так как садись он. Отлично, миссия выполнена Так, теперь нас перебрасывают в Америку Это у нас Миссури, Медисон Кантри Каунти, вернее, да? Нам предлагают убедиться в том, что урановая руда, которую мы с вами получили, прибудет к месту назначения И нужно заправить снова-таки Наш грузовичок И снова-таки на время нам дают На время миссию Нужно все делать быстро Помните, была здесь проблема В буре и в буре-урагане смерчи были И было вообще непонятно То ли у нас получится, то ли нет проехать Потому как эти смерчи гуляли по всей дороге И даже такой огромный самосвал Мог, в общем-то, пострадать Пускай его бы не подняло Но, как минимум, я так думаю, что перевернуло это точно Сила просто дикая у этих смерчей Так, еще немножко Наверное, нужно поближе, да? Подъехать Так, да, все в порядке Снова-таки дождь Снова-таки та же самая погода Но я так думаю, что это Тот же самый эпизод Считай Которым мы с вами занимались В прошлых частях Так Так Знаем, знаем Мы там уже были с вами В мотеле Для дальнобойщиков Были, расхлебывали там И эстакада завалилась И помните, там эти бревна Приходилось резать Ну, поехали Я не представляю Что было бы с дорогой Если бы по такой дороге Ездили Самосвалы Такие вот Много Много сотни тонны Тут дорога должна быть Наверное, метр вниз Как минимум Как взлетно-посадочная полоса Снова-таки Диспетчер говорит Что Да что ж такое Все не так Все не слава богу Гора Съехала Из-за Буря Камни нападали На дорогу И нам нужно Ее расчистить Поэтому Ну, поработаем Действительно Смотрите Какие камни Интересно Чем Чем же нам Дадут поработать Окей Хорошо Прошлый раз Мы работали На завалах Снега На этом бульдозере Это тот же, да? Да Камитсу Ну, а теперь Вот будем работать На Завалах Камней Но я знаю Что он справится Он просто не может Не справиться Этот Супер Бульдозер Так, что там у нас? Вольтаж Все нормально Залезай Давай Залезай Сразу же освещение Сразу же включаем И вот эти вот Нам нужно убрать, да? Окей Поехали Далеко, смотрите Такие вот Просто глыбы Огромные В несколько этажей Легко толкает Выталкивает Крутой бульдозер Хочу себе такой Что я буду на нем делать Не знаю Потому что он больше нигде Не пригодится Как только на таких вот работах На огромных карьерах Я думаю, что многие из вас Видели тот сюжет Когда один Американец Я не помню Как раз он работал на таком Большом бульдозере Так вот Он Его там как-то обидели То ли власти То ли еще что-то Я уже Снова-таки Не помню точно Но смысл в том Что он обшил Свой бульдозер Железом Сделал его бронированным Полностью И поехал И буквально Снес половину города Этим бульдозером Пока его не смогли Остановить И то там Снайпер По-моему Стрелял Куда-то там В эту дырочку Через которую он Смотрел Ну то есть Полиция Реально не могла Ничего сделать С этим бульдозером Потому что там Сотня тонн И он обшитый Весь металлом И по нему И стреляли Из гранатомета По-моему Даже стреляли И ничего ему Не случилось Представьте себе Такая вот машина Махина Действительно Который можно Полгорода Разнести в щепки Поэтому Отсюда сразу же Вывод Никогда Не нужно Обижать Бульдозеристов И трактористов Да и вообще Никого наверное Ну особенно Водителей Тягачей Тракторов Бульдозеров И так далее И другой техники Которая может Потом вам же Боком Что называется Стать Окей Хорошо Говорят Выйдите Поставьте Бульдозер Подальше С дороги И продолжите Работу На Самосвале Так и сделаем Сейчас Так Хорошо Отъехал Да Глушим А смотрите Какие Камешки А время Тикает 7 минут До окончания Если пропустить То Не засчитается Придется С самого начала Все начинать Как бы Не врезаться Теперь Не в бульдозер Не в камень По моему В камень Я все таки Врезался Продолжение следует Говорит Что Торнадо Торнадо Снова таки Терроризирует Нас И Вы знаете Что делать Педаль В пол И тогда Проскочите Ну Будем Надеяться Сохранения Здесь Нет Каждый Раз Сохраняется После того Как заканчивается У нас Миссия Поэтому Если Торнадо Перейдет Мне Дорогу Это Будет Эпично Кто Кого Что Называется Да Как раз То О чем Я вам Говорил Что В самом Начале Они Вроде Как И Не Очень Опасны Для Такого Огромного Грузовика Но Тем Не Менее Вот Вы Видите Да Вон Валяется Например Кран Тоже Не Маленький Точно Так Ж Может Перевернуть И Торнадо И Этот Грузовик Ну Окей Давайте Смотреть Так Один Туда Пошел Второй Где То Тут Вот Рядом Буквально Смотрите Буквально По Обочине Но Скорость Его Такого Что Может Догнать В любой Момент Говорит Что Я могу Сказать Ты Любитель Скорости Так Ну И Нас Теперь Перебрасывают Во Флориду Где Мы Будем Собирать С вами Космический Корабль Круто Наш Космический Корабль Почти Готов К Своей Миссии Только Несколько Запчастей Нужно Поставить Так Давайте же Посмотрим НАСА Я Всегда Хотел Побывать В НАСА Смотрите Как Круто Мама Смотри Я В НАСА Офигеть Так Нам Нужно Снова Таки Зайти Внутрь И Отвести Эту Руду Куда То Там Выгрузить И Скорее Всего Из нее Что-то Будут Получать То ли Уран То ли Топливо То ли Я не знаю Что там Скорее Всего Топливо Да Вот Но Мы С вами Это Будем Делать В Следующей Части Потому Что Нужно К Этому Подойти Серьезно К Этой Экскурсии На свежую Голову Я буду На этом С вами Прощаться Всем Спасибо За Внимание Всем Удачи И Пока